События дня в настоящем времени. В студии Вашингтоне. С вами я, Игорь Тихоненко. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Владимир Путин назвал бессмысленной встречу нормандской четверки, а Петр Порошенко привел войска на границе в состояние усиленной боевой готовности. На Урале ФСБ России задержала группу вербовщиков в ИГИЛ. А власти США опубликовали ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире. Обзор новостей начнут коллеги в Праге. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Игорь. В пражской студии я Шахида Якуб. Здравствуйте. Россия отказывается от участия во встрече нормандской четверки по урегулированию конфликта на востоке Украины. Это заявление сделал президент Путин после того, как ФСБ России объявило о поимке, как их называет ФСБ, украинских диверсантов в Крыму. Напомню, что вчера ФСБ России сообщил, что при попытке попасть в Крым сотрудниками главного управления разведки Украины были убиты солдат-пограничник и офицеры ФСБ. В то же время президент России обвинил Украину в использовании, как он выразился, террора. С российской стороны есть потери. Убито двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем. Но я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем путем переговоров, а переходят к террору. Вот это очень тревожная вещь. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинение в адрес Украины фантазией и, в свою очередь, обвинил Россию в том, что она финансирует и поддерживает терроризм на юго-востоке Украины и в Крыму. Порошенко также поручил Министерству иностранных дел инициировать разговор с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Энгелой Меркель, президентом Франции Франсуа Оландом, президентом Европейского совета Дональда Туском и вице-президентом США Джо Байдена. Сегодня Петр Порошенко поручил привести в повышенную боевую готовность подразделения армии страны на границе с Крымом и в Донбассе. Согласно заявлению, решение было принято в связи с провокационными действиями Российской Федерации в оккупированном Крыму. Тем временем российские спецслужбы рассказали свою версию происшедшего. В ночь на 7 августа, как рассказали источники российской газеты коммерсантов СБ, группы из семи вооруженных людей, которые были одеты в камуфляж еще советского образца, на надувных лодках были переправлены через Перекопский залив и высажены в районе Армянска. Этой группе каким-то образом удалось миновать пограничные посты, однако в паре километров обережья диверсантов обнаружила группа сотрудников спецназа ФСБ «Вымпел», которые участвовали в прикрытии сложного участка границы. Они вызвали на подмогу пограничников и вступив в бой, в ходе которого погиб один боец «Вымпела» и двое его противников. Оставшихся пятерых блокировали и взяли живыми. Тем временем другая группа диверсантов, по версии российских спецслужб, должна была доставить Крым из Украины взрывчатку, но, узнав о провале операции, затаилась, а на следующую ночь пыталась вернуться на территорию подконтрольной Украине. Однако их обнаружили российские десантники и в бою один из них погиб. Лидером задержанных в ФСБ назвали гражданина Украины Евгения Панова. Родственники Евгения Панова уже обратились в национальную полицию Украины и ведомство возбудило уголовное дело о похищении. Евгений Панов – волонтер из города «Электродар» Запорожской области. Работал водителем автобуса на атомной электростанции. Он служил добровольцем в зоне боевых действий на востоке Украины. Брат Панова рассказал нашей программе, что Евгений сообщил родственникам, что уедет из города. В 71-й теме выпуска российские спецслужбы предпродили целую серию… То есть вот он идет, это Женя, вот Женя, это Женя, это мой брат, вот он сидит в наручниках. Республика Крым, видите, вот он, побитый. Мне скидывает эту ссылку, я не могу поверить своим глазам. Евгений Панов, 77-го года рождения, значит, он задержан сотрудниками ФСБ, и, ну, то есть я не понимаю, что происходит, я уже там, ну, сразу реакция, да, какая-то, какая-то нелепость. Он не мог оказаться в Крыму никак, он не планировал туда ехать, он не мог туда ехать, он бывший атошник, он прекрасно понимает, что он в Крым не въездной. Как он, в принципе, мог там оказаться? Я понятия не имею, это, это загадка. Понимаете, для того, чтобы там оказаться, нужно, ну, в том числе, пересечь украинскую границу. Моя версия, что их туда привезли, у них там какая-то большая победа, они, короче говоря, споймали какого-то террориста. Я хочу обратиться к Лутковской, к МЗС, к Министерству обороны Украины. Пожалуйста, там находится сейчас, на оккупированной территории Украины, находится гражданин Украины, атошник, который оборонял Мариуполь, который столько всего сделал, сколько, я не знаю, ни один чиновник Министерства обороны Украины не может взять на себя и похвастаться этим. Сейчас он находится, он, по сути, пленный, потому что он находится на оккупированной территории. Его взяли в плен, его обвиняют. Это факт, это не фейк. Сегодня в Симферополе пройдет суд, который выберет меру пресечения для Евгения Панова. Но других задержанных в суде не будет, и их имена российские силовики не сообщают. И это не противоречит российскому законодательству, объяснил нам адвокат Дмитрий Динзе. Скорее всего, по терроризму возбуждено. Там, где террористические акты, соответственно, в свое время был принят указ президента, которым разрешают до 30 суток задерживать лица. У меня такое было, задерживали человека, и он сидел под стражей в СИЗО 30 суток, пока с ним разбирались. Российские СМИ пишут, что ФСБ отчитала с раскрытия в Крыму агентурной сети украинской разведки и провела задержание среди жителей полуострова. Депутат Горсовета Энергодара Артем Дубков встречался с Евгением Пановым накануне его отъезда из города в прошлую пятницу. Он рассказал украинским СМИ, что сам отправил Панова в Крым по вопросам бизнеса. Но теперь утверждает, что это не так. Его не так поняли. На интервью нашему корреспонденту он сказал следующее. Действительно ли вы отправляли Евгения Панова в Крым? Правда ли это? Конечно нет. Конечно нет. Конечно нет. Как я мог бы отправиться в Крым? Я сам туда не заезжаю, как я граждан человек. А Евгений Панов участник боевых действий. Куда его? До первого КП? Чтобы его на пункте пропуска взяли? Да и самое главное, самое главное. Евгений достаточно грамотный человек. Понимаете? Вот. Сказать, что я ему сказал, что он взял и поехал, это прием. То есть он прекрасно понимал, что он участник антитеррористической операции. Он баллотировался от угроба в Назарский городской совет. На его бибордах было развешано вон в военной форме и в этом. С наградами весь город был развешан. То есть, ну, он не сумасшедший. Мы с ним в пятницу, 5-го числа сидели в офисе, в общественной приемной партии угроба находали. Обсуждали абсолютно там насущные проблемы. Он руководитель общественной организации Союза ветеранов ТОП. Пункты пограничного пропуска между Херсонской областью, Украиной и Крымом работают в штатном режиме. Очередей на них нет, сообщил нам советник губернатор Ростислав Супрунов. По его мнению, в области достаточно военных, чтобы не допустить эскалации конфликта. Граница абсолютно спокойна, граница защищена. Там достаточно всех видов войск для того, чтобы не допустить каких-то там эскалаций конфликта. Никаких конфликтов, собственно, на границе у нас и не было с нашей стороны. Потому что там некоторые журналисты преподали это как эскалацию конфликта. У нас не было конфликтов никогда никаких на границе. У нас абсолютно спокойная, мирная область. И снова эфир из Вашингтона. Власти США прокомментировали утверждение российской стороны о том, что украинские военные предпринимали попытку вооруженного вторжения в Крым. По словам главы отдела по связям с прессой Госдепартамента США Элизабет Трюдо, Крым по-прежнему украинская территория. И только правительство Украины может давать комментарии по поводу того, что происходит на полуострое. Отвечая на вопросы журналистов в среду, представитель Госдепартамента подчеркнула, что заявления Кремля имеют своей целью отвлечь внимание от агрессивных действий России на востоке Украины. Между тем, сегодня по запросу постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко в Совете Безопасности пройдут консультации по поводу последних действий российских властей в Крыму. Вице-президент Вашингтонского центра анализа европейской политики, публицист и писатель Энн Эпплбаум в интервью нашим коллегам из украинской службы «Голос Америки» ответила на вопрос о том, как политические процессы, которые происходили в России после окончания Холодной войны, повлияли на отношения с Западом. «После окончания Холодной войны Россия отошла на задний план. Запад тогда решил, что становление демократического государства для России – это лишь вопрос времени, и Россия станет частью самого Запада. Надо только дать время». В чем ошибка? В том, что Запад недооценил то, в какой степени Россия перестраивала себя, но не как демократия, а как автократия, как сила, которая, в отличие от Советского Союза, не столь занята экспортом идеологии, сколь подрывом самой идеологии Запада. В определенный момент, я полагаю, президент Путин решил, что Европейский Союз, европейские ценности, демократические ценности представляют угрозу для него лично и для его власти. Поэтому он и принял решение о необходимости их подрыва. Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о свободе вероисповедания в мире. Некоторые страны, в частности мусульманские, критикуются за принятие законов, предусматривающих наказание за богохульство и вероотступничество. Особое внимание уделяется также ситуации в Крыму и на Донбассе. В докладе отмечается, что правительства во всем мире продолжали ужесточать административный контроль над религиозными группами и теми религиями, которые рассматриваются как нетрадиционные для данной страны. В захваченном России и Крыму власти де-факто ввели законы Российской Федерации и подвергли религиозные меньшинства, в частности Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, Украинскую Греко-Католическую Церковь и Крымских Татар, преследованию, запугиванию и задержанием. Авторы доклада отмечают, что в Донбассе поддерживаемые Россией сепаратисты похищали, задерживали и избивали членов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Свидетели Иеговы и протестантских церквей угрожали им, а также прибегали к антисемитской риторике. Сепаратисты продолжали варварски относиться к церковному имуществу, захватывать его, провозглашая, что только определенные официальные церкви могут действовать свободно, подчеркивается в документе. В России правительство продолжало предоставлять привилегии русской православной церкви, ограничивая при этом деятельность религиозных меньшинств, таких как мусульмане, свидетели Иеговы, пятидесятники и саентологи. В докладе отмечается, что для ограничения их деятельности власти применяли законы о борьбе с экстремизмом. Правительство Беларуси выборочно отказывало в регистрации некоторым религиозным меньшинством. Законодательство страны запрещает любую религиозную деятельность незарегистрированных групп, поэтому члены таких общин задерживались, их разговоры прослушивались, а их деятельность контролировалась властями. По мнению независимых экспертов по вопросам религии, многие общины не желают сообщать о злоупотреблениях и ограничениях, опасаясь запугивания и мести со стороны властей, отмечается в докладе. Министерство обороны США впервые предоставило законодателям рассекреченный доклад по лагерю Гуантанамо на Кубе. Доклад содержит досье на 107 военнопленных, пребывавших в тюрьме по состоянию на конец прошлого года. Часть из них уже отпущена на свободу. Документ, несомненно, вновь подстегнет дискуссию в американском обществе о будущем этой тюрьмы. Тема продолжит Вадим Аленьчев. Отдельные данные о составе заключенных тюрьмы Гуантанамо время от времени появляются в публикациях администрации США, в новостных сводках и в документах судебных органов. Но специально составленный доклад по американской базе военнопленных на Кубе Пентагон сделал достоянием гласности впервые. Инициатором рассекречивания досье на заключенных тюрьмы выступила член Сената США Келли Айоте. Сенатор-республиканец от штата Нью-Гэмпшир уже несколько лет добивается большей прозрачности в отношении Гуантанамо, где содержатся лица, подозреваемые в терроризме и их возможные пособники. В электронном послании сенатора Айоте по этому поводу сказано следующее. Доклад Пентагона представляет американцам сборник рассекреченных данных относительно опасных террористов, которых администрация США недавно выпустила с Гуантанамо на свободу, или намерена сделать это в скором времени. Новостное агентство Associated Press, с которым вошел в контакт офис сенатора Айоте, опубликовало детали досье на заключенных. Из него следует, что некоторые из них провели там более 10 лет. Часть из них скоро может быть депортирована в другие страны, так как законы запрещают переводить их в обычные тюрьмы в США. Но подавляющее большинство подозреваемых, еще не представших перед судом, входит в группу повышенного риска. Говоря проще, почти наверняка вернется в ряды воинов джихада сразу же после освобождения. Вместе с тем отношение к тюрьме в Америке неоднозначное. Отдельные узники, арестованные по подозрению в терроризме, так и не были отданы под суд. Кое-кто провел на базе годы и в конце концов был освобожден без предъявления обвинений. Этот факт дал правозащитным организациям повод утверждать, что права таких заключенных были грубо нарушены, и требовать от властей США закрытия тюрьмы. Руководители служб безопасности отвечают на это, что у них имелись достаточные основания на поимку каждого из заключенных. Известно, что 13% тех, кто были освобождены за время президентства Барака Обамы, или вернулись в ряды джихадистов, или вновь подозреваются в террористической деятельности. Поэтому Келли Айотте и другие законодатели из числа ее сторонников требуют от Белого дома не спешить с тем, чтобы преуменьшить степень потенциальной опасности, которую представляет собой каждый обитатель тюрьмы. На сегодняшний день в Гуантаново содержится 76 заключенных. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Врачи из сирийского города Алеппо обратились к президенту Обаме с просьбой оказать помощь 250 тысячам местных жителей, пострадавших от конфликта. В письменном обращении медики заявляют, что если авианалеты на больнице продолжатся, то через месяц в регионе не останется ни одного медучреждения. Врачи просят Обаму установить бесполетную зону над Алеппо. Между тем, на днях начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской сообщил о том, что с четверга в Алеппо ежедневно на время прохода гуманитарных колонн с 10 до 13.00 будут прекращаться все боевые действия. Однако в ООН заявили, что трех часов недостаточно для оказания помощи нескольким миллионам человек и попросили о паузах в 48 часов. Восточная часть Алеппо продолжает удерживаться силами повстанцев и в последние дни бои в районе города усилились. Россия и Турция предпринимают беспрецедентные шаги, касающиеся прямой координации действий в Сирии после потепления отношений между их президентами и несмотря на разногласия по вопросу о поддержке Дамаска. Министерство обороны РФ сообщает, что российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ в районе Раки, который считается основным оплотом террористической группировки. Это уже пятый удар дальней авиации в Сирии за месяц. Тем временем Исламское государство терпит серьезные потери и в Ливии, где, как заявили в среду повстанцы, при поддержке авиации США они отбили у террористической группировки стратегически важный город Сир, находящийся на берегу Средиземного моря. Если информация подтвердится, то сдача прибрежного города станет серьезнейшим ударом для группировки в ее попытке закрепиться в Северной Африке. И в продолжение темы ИГИЛ. Кандидат президента США Дональд Трамп, выступая на предвыборном ралли в штате Флорида, назвал Барака Обаму основателем исламского государства. По словам миллиардера, ИГИЛ во многих отношениях почитает Обаму. Стоит также отметить, что ранее в основании ИГИЛ Трамп обвинял бывшего госсекретаря США и своего нынешнего политического оппонента Хилари Клинтон. Теперь к новостям из России. На Урале сотрудники ФСБ раскрыли сеть вербовщиков террористической организации ИГИЛ. По их информации, через интернет-группу «Рохнамо Басуи Давляти Исломи» в переводе с таджикского языка «путеводитель в исламское государство» они вели агитацию для отправки в Сирию и Ирак и собирали деньги для финансирования ИГИЛ. Члены группировки находились сразу в трех уральских регионах Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. По информации ФСБ, там были задержаны 69 человек – россияне, а также граждане Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В их квартирах нашли запрещенную литературу, видео и оружие, гранаты и взрывчатку. В начале августа за создание сообщества с аналогичным названием в соцсети «Одноклассники» в Таджикистане получил 10,5 лет лишения свободы 17-летний десятиклассник, известный как Хидуэтуло. Им не раскрывается, так как он несовершеннолетний. На домах Екатеринбурга появились таблички с именами репрессированных. Их установили на трех домах, где перед арестом жили жертвы сталинских репрессий. Первые таблички прикрутили на доме, где сейчас располагается католическая община. В 1938 году отсюда, в застенки НКВД, увезли семью Сбыковских по подозрению в участии шпионской диверсионной группы по так называемому католическому делу. Заявка на участие движения – последний адрес. Распадал сын Сбыковских, Отто Андреевич. Денег на изготовление таблички у пенсионера не было. Заплатить за него вызвался один из волонтеров проекта. На открытие первой таблички пришел и мэр города Евгений Ройзман. Курарды движения говорят, что специально делают лишь металлические таблички, потому что размещение мемориальных досок приходится долго согласовывать с администрациями городов. А для размещения таблички им достаточно получить согласие большинства жильцов, что тоже порой вызывает сложности. Самое страшное, что те, кто погибли на фронте, ими гордились, о них говорили. А те, кого вот так ночью увели, о них молчали до конца 80-х, скрывали, боялись. Мало того, они умерли оболганными, ошельмованными. И никто не знает, где закончился их путь. Но хотя бы здесь понятно, откуда этот последний путь начался. Это очень важно. Жители Цунтинского района Дагестана вынуждены иметь при себе документы, даже выходя на сенокоз или выезжая в гости в соседнее село. Все дело в том, что район граничит с Грузией. Посты по всему району вносят изменения в привычный быт сельских жителей. Подробности в репортаже. Документы все взяли? Паспорта? Что там у вас? А вдруг мы на дальний участок пойдем? Для Магомеда Закаряева стало нормой выходить из дома, взяв с собой паспорт. Ведь иначе простой путь на сенокоз или на выпас скота может превратиться в сложную процедуру по установлению личности и прописки. Дело в том, что Магомед живет в селении Генух Цунтинского района. И от его дома до границы с Грузией чуть больше 20 километров. Еще не так давно люди пасли скот, косили сено и заготовили дрова почти на границе. Но после чеченской кампании и событий 1999 года граница между Россией и Грузией перестала быть формальностью. Теперь косить сено или собирать ягоды зачастую приходят с паспортом в кармане. Официальной причиной таких строгих правил называют постоянное нарушение границы преступными элементами. Впрочем, с этим Магомед не согласен. Итак, у нас границы открыты сейчас, есть другие точки тоже есть. Если имеется в виду преступности, там что-то станет больше, к нам больше зайдут, выйдут. Там, как это, это никак не реально. У нас очень надежно закрыты границы. Как говорят другие местные жители, ситуация с ограничением на въезд и передвижение по району являлась раздражительной для местных жителей. По мнению жителей селения Шаури Абусупиана Абдурахманова, который прописан и живет в Санкт-Петербурге, закон требовал, что перед поездкой в родной район он получил разрешение на въезд, а для этого нужно потерять несколько дней. Но благо эту процедуру упростили. После появления в нашем районе в загран заставе, конечно, раздражалась ситуация, когда у тебя спрашивают паспорт. Живя в России, думаешь себя, как будто бы ты живешь за границей. Конечно, сложности тут в горах существуют всякими боевиками, но народ-то это не чувствует. Едешь, проверяют, свое дело делают люди. Нахождение в приграничной зоне требует от населения ответственности и некоторых ограничений, считают администрации района. Они совместно с силовыми ведомствами и пограничниками ведут разъяснительные работы для того, чтобы предупредить всевозможные сложности и недоразумения. Есть какие-то препятствия со стороны пограничной службы? В пограничной службе препятствий нет. Но законно они действуют. Надо иметь, куда я иду, у меня паспорт в руках, разрешение. Или я в лесу иду, или я в горы иду. Но надо же согласоваться и с ними тоже. Закон есть закон. Местные жители уже привыкли соизмерять свой быт с нормативно-правовыми актами пограничных служб. Однако неудобства в взаимоотношениях жителей района и пограничников остаются. К примеру, если скот на выпасе забудет на нейтральную зону, забрать его обратно уже проблематично. Такая же проблема и у заготовщиков дров на сенокосе. Народ хоть и относится с пониманием к работе пограничников, но трудности и недопонимания остаются. Халид Амаров для настоящего времени. Ной Волков, известный российско-американский художник и скульптор. Некоторые искусствоведы считают, что он поворачивает время вспять, смешивает жанры и эпохи, соединяет несоединимое. О своей жизни и творчестве рассказывает сам художник в материале Ануша Витисян и Сергея Москалева. Утро красит алым светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская страна. Это картина из моего прошлого. Ну, вот так в то время я видел нашу советскую действительность. Ну, вот выяснил, что у меня вместо мозгов чай тут видно. Да, чай видно. Но если попробовать еще раз проверить... Черт, никак. Ну, волос же нет, ты видишь, не получается. В 78-м я пытался уехать из СССР. Пришли ко мне в мастерскую ребятки в штатском с серьезными лицами. Что-то искали. Приступился тогда вот к этой картине. Конечно, это рездежка над советской властью, но надо было как-то объясняться с этими людишками. Они могли пришить дельц на ровном месте. Я уехал уже в 89-м в Америку. Приехав в Америку, я понял, что это моя сторона. Потому что я такой очень свободолюбивый человек. Здесь можете видеть мою концепцию. Это, в общем-то, смешение стиля. Я ищу гармонию. Это должно быть внутри особый какой-то настрой особый. И даже так я, в общем-то, верю в это. Можно не верить. Я верю, что вот когда ты открываешься весь, то какая-то происходит связь все-таки с верхом. И идеи идут оттуда, я уверен в этом. Потому что бывают такие неожиданные идеи, которые думаешь, ёлки, я же там так бы не придумал. Ну вот как оно начинается. Все вручную надо лепить. И это я смеюсь, потому что здесь должен быть еще арбуз на голове. Ну и смешно это, конечно, почему он на голове. Но я вообще люблю юмор, как вы заметили, и люблю смеяться. Ну вот эта скульптура посвящена истории искусства. Вот здесь внизу вы видите руки Дюрера. Пошло наверх, здесь долины. Сезанн, если вокруг смотреть, там много разных художников Леонарда да Винчи. Это знаменитый Кэмпбелл Суп Ворхова. Ну и здесь автор этого работы на алтаре искусства. Вот вам, пожалуйста. И в заключение программы о противоречивом. Защитник бедных и враг богатых, экс-кандидат президента США и главный социалист Америки Берни Сандерс не любит роскошь и вычурность. Именно на этих принципах была выстроена его предвыборная кампания, вызвавшая поддержку миллионов американцев. Однако на днях стало известно, что социалист Сандерс приобрел летний домик на озере Шамплейн за 575 тысяч долларов. Последнее приобретение Сандерса, расположенное прямо на берегу озера, стало уже третьим домом сенатора-демократа. И, как пишет газета Вашингтон-Пост, создается впечатление, что социализм и диверсификация портфолио с недвижимостью не противоречат друг другу. Ну что ж, это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я, Игорь Тихоненко, и команда Настоящего Времени в Вашингтоне уверим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Шахида, всего доброго. А мы благодарим Вашингтон и всех наших зрителей. Смотрите на социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. В настоящее время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова